О том, как идет внедрение проекта Единый информационно-расчетный центр на территории муниципалитета, доложил Михаил Каратаев. Он подчеркнул, что основная проблема в малой информированности собственников жилья. По итогам совещания при губернаторе Московской области 17 октября, Ленцовский район был признан лучшим по внедрению ЕЦА. Мы попали в лидеры и дальнейшая наша работа будет заключаться в том, чтобы повышать качество работы данного инструмента и распространять его истинно остальные организации, управляющие жилым фоном на территории Ленцовского района. В первую очередь это касается тех организаций, платежи за ресурсы, по которым не являются стабильными. Программа по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории района остается реализованной не до конца. У ряда поселений есть серьезные проблемы с выполнением проекта. Глава муниципалитета резко раскритиковал работу чиновников. Подъезды должны быть отремонтированы качественно и в сроки, установленные заказчиком. Как вы все знаете, этот год стал во-первых, когда заработала программа губернатора. Довольно масштабная программа. Вы помните, что в нашем районе мы в этом году должны отремонтировать 1199 подъездов. На сегодняшний день работа завершена в 463 подъездах. Это, к сожалению, менее 40%, при том, что мы с вами должны к 1 декабря показать 100% готовность. Руководитель отметил отличную работу в Заречье. Юрий Чередниченко поделился положительным опытом с коллегами и рассказал, как его команде удалось добиться 100% выполнения губернаторской программы «Мой подъезд». Финансирование ведется четко в соответствии с графиком. Субсидия Московской области составляет на сегодняшний день проплачено 736 тысяч рублей. Субсидия поселения – 329 тысяч. По двум подъездам, как я уже говорил, документы собраны и поданы на оплату. Три подъезда находятся в завершающей стадии работы. Информация о системе газуправления размещена. Да, у вас поселение небольшое, все можно обойти ногами, но ваша вовлеченность, я считаю, дала такой результат. Кубинка Голицына по-прежнему в списке отстающих по реализации областной программы. И этому есть объяснение. Военные городки тянут вниз показатели территорий. Пока наладить диалог с Министерством обороны не удается. Глава района подчеркнул, что на это будут брошены все силы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».